Он не выделялся среди сподвижников, его великодушие и приветливость. Сообщается, что Анас, ради Аллаху Анху, сказал, «Однажды, когда мы с пророком, салаллаху алейхи вассалям, сидели в мечети, к ней верхом на верблюде подъехал какой-то человек. Он заставил своего верблюда отпуститься на колени у мечети, стряножил его, а потом спросил, «Кто из вас Мухаммад?» В это время пророк, салаллаху алейхи вассалям, сидел среди людей, опершись на руку, и мы сказали, «Тот белолицый человек, который полулежит, опираясь на свою руку». Тогда человек спросил его, «Ты ли Ибн Абдуль-Муталиб?» Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Я тебя слушаю». Этот человек сказал, «Я буду подробно расспрашивать тебя, поэтому прошу на меня не сердиться». Пророк сказал, «Спрашивай, о чем хочешь». Этот человек спросил, «Я заклинаю тебя твоим Господом и Господом тех, кто жил до тебя, скажи мне». Это Аллах послал тебя ко всем людям. Пророк сказал, «О Аллах, да». Этот человек спросил, «Заклинаю тебя Аллахом, скажи мне». Это Аллах повелел тебе, чтобы мы совершали пять молитв в течение дня и ночи. Пророк сказал, «О Аллах, да». Этот человек спросил, «Заклинаю тебя Аллахом, скажи мне». «Это Аллах повелел тебе, чтобы мы соблюдали пост в течение этого месяца». Пророк сказал, «О Аллах, да». Этот человек спросил, «Заклинаю тебя Аллахом, скажи мне, это Аллах повелел тебе брать садок у с богатых из нас и распределять ее среди бедных». Пророк, саляллаху алейху ассалям, сказал, «О Аллах, да». Тогда этот человек сказал, «Я уверовал во все то, с чем ты пришел, и я послан тебе моими соплеменниками, и я Диман бин Саляба, брат племени Бану Саад бин Бакар». «Его хлеб». Сообщается, что Аиша, ради Аллаху Анха, сказала, «Вплоть до самой смерти Мухаммада, саляллаху алейху ассалям, члены его семьи никогда не ели ячменного хлеба досыта в течение двух дней подряд». Отсутствие привязанности к мирскому. Пророк, саляллаху алейху ассалям, сказал, «Лишь в том случае порадовало бы меня обладание целой горой золота величиной сухуд, если через три дня не осталось бы от нее ни одного динара, за исключением того, что приберег бы я, чтобы рассчитаться с долгами, а остальное распорядился бы раздать рабам Аллаха так, так и так». «Не ругался», сказала Аиша, ради Аллаху Анха. «Пророк не произносил и не совершал ничего непристойного, не повышал голоса на рынках, не отвечал плохим на плохое, однако он извинял и прощал». «Не коснулась его ладонь, ладони чужой женщины», сказала Аиша, ради Аллаху Анха. «Ни разу ладонь посланника Аллаха, саляллаху алейху ассалям, не коснулась ладони чужой ему женщины». «Его житье и жилище», сказал Умар бин Аль-Хаттаб. «Я вошел к посланнику Аллаха, саляллаху алейху ассалям, который лежал на голой цинковке из пальмовых листьев и сел рядом с ним. Я сел, и он расстегнул на себе свой изар, и на нем в тот момент не было другой одежды, кроме этой. И я увидел, что цинковка оставила след на его теле. Я посмотрел в сторону кладовки посланника Аллаха, саляллаху алейху ассалям, и увидел там около одного оса ячменя. И еще в одной из сторон комнаты находилось подобное количество стручков аравийской акации, и висела небольшая недовыдубленная кожа. Киумар сказал, «И мои глаза наполнились слезами». Он спросил, «Что тебя заставило плакать, о сын Аль-Хаттаба?» Я сказал, «О пророк Аллаха, как мне не плакать, когда эта цинковка оставила след на твоем теле? И эта кладовка, в которой я не вижу ничего, кроме того, что я вижу, а Хосра, персидский царь и император Византии, находится среди плодов и рек, а ты посланник Аллаха и избранный им, и это твоя кладовка?» В ответ на это посланник Аллаха, саляллаху алейху ассалям, сказал, «О сын Аль-Хаттаба, разве ты не доволен, что нам достанется вечная жизнь, а им лишь ближайшая?» И я сказал, «Да, конечно же, доволен». «О сын Аль-Хаттаба» «О сын Аль-Хаттаба»